Друзья, вопрос на засыпку. Как правильно пишется слово «туннелинг»? Оно такое сложное, что можно допустить аж три ошибки. В нём стоит буква «О» или «У». «Н» там удвоенная, а букв «Л» там сколько вообще? Короче, пишите свои версии в комменты, а мы начинаем. Всем привет, с вами Господин. В этом видео мы поговорим про туннелинг и попытаемся разобраться, действительно ли это грязная и противная тактика, которую можно презирать, подобно безосновательному кемперству. Кстати, кто не видел видос про кемперство, рекомендую чекнуть. Подсказка появится где-то наверху. А сейчас я напомню, что значит «туннелить». Не знаю, из какой игры пришёл данный термин, но в ДБД он означает за убийцу преследовать одного и того же выжившего до тех пор, пока тот не сдохнет. Причём туннелинг не всегда включает кемперство. Убийца может отходить за 3-9 земель и возвращаться не сразу, но в итоге выбирать в качестве жертвы именно того, кого решил туннелить. Почему же многие игроки негативно относятся к маньяку, который туннелит? Ответ лежит на поверхности. Выживший – это такой же человек, который хочет играть в свою любимую игру и получать удовольствие от побед. А победа для большинства – это, конечно же, побег от маньяка. Убийца, который постоянно преследует именно тебя, чаще всего сбежать не позволит. А значит, шансы того, что твой пукан начнёт подгорать, стремительно увеличиваются. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Убийца тоже хочет победить. Либо осознанно, либо бессознательно он чувствует, что вырезать противников по одному проще и правильнее, нежели ловить сразу всех зайцев. И он вправе сам решать, какой выбрать стиль. Разработчиками разрешены и кемперство, и туннелинг. Но если безосновательное кемперство у обычных игроков вызывает как минимум неуважение к убийце, и также желание излить на него ведёрка желающей в чате, то к туннелингу лично я отношусь лояльно и с пониманием. Я назову три причины, почему маньяки туннелят, после чего с интересом ознакомлюсь с вашим мнением, которое я хочу увидеть в комментах. И если речь идёт об истреблении всех выживших, то туннелинг приближает к победе. Игровые ситуации бывают разные. Иногда следует играть от земли, где-то стоит закепить, где-то выждет момент, но чем меньше на карте сурвов, тем легче за ними следить, тем проще всё контролировать и в итоге победить. Ничего себе рифмовочка. И первая причина, почему туннелинг это нормально, это банальное желание убийцы победить. Думаете плохо, что вы сняли сурва, а киллер тут же пришёл и погнался за раненым? Это равносильно тому, если вас обвинят и начнут упрекать за поломку тотема погибели. Ах ты паршивый ублюдок, как ты посмел поломать мой тотем? Неужто победить захотел? Чини деньги с погибелью и пофиг, что это займёт куда больше времени. Ну бред же! Вторая причина, почему за туннелинг не стоит наезжать, это вы понравились киллеру и он вас хочет. Отбросьте пошлые мысли, дамы и господа. Мы разбираем серьёзную тему. Возможно вы сильный мансер, кто-то из вас ютубер, а кто-то пришёл на тёмную сторону и стал токсиком, у которого уже жопа болит от приседаний. Это те категории сурвов, которые в особенности привлекают убийц. И если на вас обратили внимание, то радуйтесь. Как минимум один человек на белом свете к вам неравнодушен. Ну хотя бы в рамках данной игры, что тем не менее должно быть приятно. Маньяк бегает за вами, потому что вы для него яркая мишень. Он получит удовлетворение от поимки вас, а вы, если сумеете, ощутите ещё больше удовольствия от побега. Я ведь прав? Последняя причина, из-за которой убийца туннелит, это плохой баланс. Да-да-да, я снова затрагиваю злосчастный баланс и всё думаю, когда же вы наконец попросите меня сделать полноценный видос на эту тему. Когда убийца сталкивается с сильным стаком сурвов, то топовые навыки и порой даже сильные аддоны не помогают контрис генраж. На поимку одного сурва уйдёт три геника, но как правило в паблике пати сурвов не бросают тиммейта и выдвигаются на выручку. Тут-то и происходит переломный момент. Сильный монет не позволит уйти своей жертве, но также поймает и спасителя. Это в идеале. Оставшиеся челы уже застыдятся чинить геники, пока их товарищи висят на кряках. Но как только висяков спасут, грамотный убийца их детуннелит. В противном случае чуваки выхилятся и на столь поздней стадии игры 4 сурва на изи заведут последние геники. Таким образом, желание победить и сделать минус 4, желание поймать определенную жертву и также неравносильный баланс, толкает убийцу к туннелингу. Кого-то из вас заинтересует, а туннелю ли я? Отвечу, что зависит от ситуации и от сурвов. Против слабых противников туннелинг не нужен. Я позволяю сурвам жить дольше, а себе веселиться. Против же сильных выживших могу и туннелить. Мне неприятен генраж, но винить сурвов за это нельзя, ведь они стремятся сбежать. Зато можно быть хитрожопым и задавать свои условия. Так как я убийца, то я решаю, кто будет за туннелинг, кто за кемплин, с кем я поформлю, а кто уйдет в люк. Я не призываю вас туннелить или кемпить. Я в очередной раз хочу донести мысль, что играть нужно так, чтобы получать удовольствие, но при этом не портить игру другим. Относитесь с пониманием к противнику и будьте адекватны. Тогда увидите доброжелательные отзывы в вашу сторону. На этой светлой ноте мы заканчиваем. Ставьте лайк, если согласны с моими рассуждениями и подписывайтесь на канал, если ждете новых видосов. С вами был Господин. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!